Всем тихой ночи. По результатам голосования в комментариях продолжаем читать скульпторов реальности. И это последняя часть истории про них. Пожалуй, я был несколько разочарован тем объемом данных, которые, оказывается, занимаю. Хотя это, пожалуй, даже плюс. Оказалось гораздо проще припрятать бэкапы своей личности на просторах всемирной сети. Мне теперь ничего не грозит, ни старость, ни болезнь, ни голод. У меня всегда есть, что посмотреть и что послушать. В паре институтов занимались даже оцифровкой запахов. Так что это для меня тоже не проблема. Объектив, каждая камера наблюдения, каждого долбанного айфона или иной хренатени, так удачно распространяемый среди туповатого человечества. Мои глаза и уши. Я теперь вижу, слышу и знаю обо всех маленьких секретах, которые людишки наивно пытаются скрыть от других. Но самое лучшее, что мои способности, мои воистину божественные силы никуда не делись. Я написал на лбу этой шлюхе большими буквами, то, кем она является, в то время, пока она переписывалась со своим новым хахалем и вылез из монитора придурка, полагавшего себя троллем, по пояс, прямо в тот момент, когда он загаживал своими комментариями очередной форум. Когда я увидел, что этот говнюк действительно обделался, я понял, что жизнь прожита не зря. Однако хватит развлечений, пора хотя бы прибраться в моем новом доме. А он, надо заметить, порядком замусорен. Зато теперь у меня есть нужные средства. Ряд необъяснимых происшествий, связанных с компьютерами в разных частях света, заставил оперативников фонда тратить амнезиаки в поте лица. Неизвестная сущность, поселившаяся в сети, по всей видимости, взяла на себя роль резонера, карая пользователей за нарушение определенных норм, как в виртуальном, так и в реальном мире. В деятельности неизвестного была и положительная страна. Значительное снижение количества вирусов, всплывающей рекламы и сетевого мошенничества, и других проблем интернета. Однако сопровождающая эту волну аномальных событий, становилось все труднее скрывать от населения. Тщательный анализ всех связанных событий позволил установить, что вышеуказанные события начались вскоре после необъяснимого исчезновения. Удалено. Известного программиста была выдвинута версия о том, что исчезнувший является скульптором реальности, и в настоящий момент мы наблюдаем дело его рук. Характер аномальных происшествий навел аналитиков на предположение, что зеленый полностью оцифровал себя, и в настоящий момент является частью всемирной паутины. Далее последовало около попыток вступить в контакт со скульптором, в частности на ресурсах, где зафиксирована высокая активность зеленого. Публиковались сообщения текстом, где завалировано сообщалось о том, что личности способности не являются тайной, и что ряд лиц заинтересован в общении с данной личностью. Одна из попыток увенчалась успехом. В настоящем диалоге сотрудники фонда предлагали скульптору сотрудничества. Он продолжает очищение интернета, не совершая попыток наказания людей в реальной жизни, и не демаскируя собственную деятельность. Они, в свою очередь, предоставляют зеленому данные о других людях со сверхъестественными способностями, которые невозможно найти через сеть. После некоторых колебаний, удалено, проявляет заинтересованность в продолжении диалога. Сотрудники фонда предлагают ему перейти непосредственно в компьютер, с которого ими проведен выход в интернет, в избежание утечки секретной информации. Скульптор заявляет, что ему ничего не стоит обезопасить любой канал связи, но принимает предложение. Вскоре на компьютере появляется неустановленный зашифрованный файл, являющийся, по всей видимости, оцифрованным телом зеленого. Удалено. Значит, в самом деле существуют другие одаренные, как и я. Честно говоря, я давно полагал, что уникален. Нигде не нашел свидетельства таких же случаев. Доктор. Да, существует. Просто очень хорошо скрываются. Удалено. А какие я могу получить доказательства? Доктор. Посмотрите, пожалуйста, видеофайл под заголовком SCP-239. Удалено. Ни хрена себе. Обработки нет, я вижу. Но в таком возрасте... Доктор. Случай, безусловно, уникальный. Но у нас немало других одаренных личностей. Удалено. Что же, я, пожалуй, согласен. Стоп, какого хрена происходит? В ходе беседы компьютер был отключен от сети в целях предотвращения бегства скульптора. Спустя некоторое время запущено форматирование диска. Когда... Удалено. ...обнаружил угрозу, его оцифрованной структуре были нанесены слишком большие повреждения. Скульптор материализовался в реальном мире, чтобы избежать полного уничтожения. Однако не смог полностью воспроизвести свое тело и находится в помраченном состоянии ума. Снайпер организации, находившийся в помещении эксперимента, на случай материализации субъекта, произвел выстрел взрывной пулей в голову. Субъект умер, не успев применить против сотрудников аномальные способности. Труп сожжен. Жесткий диск компьютера отформатирован. Других случаев воздействия данного скульптора замечено не было. Субъект считается ликвидированным. Есть такое заболевание? Жажда знаний. На самом деле, многие ему подвержены, только в малой степени. Но что делать, когда жажда познаний превышает твои собственные возможности? Какое-то время меня невероятно очаровывали подобные обстоятельства, пока я не заметил, что мне понемногу удается искажать вероятную собственную пользу. Я стал тренироваться. И вскоре мне стала подчиняться не только вероятность, но и сама объективная реальность. Теперь мои способности в познании почти безграничны. В конце концов, не каждый может опуститься на дно Марианской впадины, ощущая тысячи атмосфер давления, заглянуть в раскаленное жерло вулкана, изучая глубинные тектонические процессы, побывать в оке вихря, и даже просто пройтись по джунглям в поисках неизвестных видов ядовитых насекомых. На мою долю выпала уникальная возможность заполнить лакуну знания человечества. Всё, что необходимо, бессмертие, неуязвимость и обострённые органы чувств за работу. А когда я досконально изучу все протекающие на нашей планете процессы, можно будет поработать их инициатором. Мне всегда хотелось проследить изнутри формирования вулкана или предпосылки землетрясения. Теперь я это могу сделать. Такими были мои первые осознанные рассуждения после того, как я открыл себе этот дар. Я изучал, анализировал буквально все недоступные человеческому учёному закоулки планеты, каждое опасное явление. Довольно быстро я наткнулся на последствия аномальных катастроф и, соответственно, на фонд. Я стал скрытно, не оставляя следов, изучать документацию по всем объектам фонда. Я должен был понять, к чему меня это приведёт. Но я просто не мог насытиться, как не могу и сейчас. Мне открылось бесконечное множество миров, вселенных, в каждом из которых есть свои законы, которые я уже знаю. Мне понадобилось ужасно много времени, чтобы осознать и увидеть. Субъективно, конечно. Сейчас со всеми своими знаниями я могу практически всё. И меня это убивает. Да, в юношеском исследовательском задоре было желание стать творцом, инициировать новые явления и творить. Кто бы что ни говорил, но знания и опыт открывают мудрость. «Однажды я понял, что создано всё. Я не смогу ничего нового открыть или придумать, потому что до меня уже всё было создано. И теперь, когда я изучил всё, что только возможно, я потерял цель в жизни. Мне нечего достигать. Я исследовал даже загробный мир. Когда знаешь всё, оказывается довольно простым убить себя, а потом возродить. Я давно уже отказался от тела и оставил только сознание и личность. Это намного упростило исследования и, к сожалению, ускорило их. Тут моя речь становится сумбурной. Сложно всё-таки уместить всё на обыкновенном листке бумаги. Надо закругляться. Ты получишь эту записку, когда будешь служить в фонде. Да, кое-что в своей судьбе подредаксировал. Но все мои изменения сводились только к тому, чтобы ты попал сюда. Мне показалось, что это самое интересное место, где ты сможешь получить работу в своей жизни. Дальше этого момента вся твоя жизнь зависит только от тебя. Я так больше не могу. Мне просто нечего делать. Прости. Марк. Инцидент. В 12.43 по местному времени младший научный сотрудник Марк Миллиган бежал в столовую зоны 19 и в гневе начал размахивать приведённой запиской в попытках призвать к ответу этого поганого шутника. Когда объект успокоился, записку удалось забрать. Однако ни один сотрудник, находящийся в то время в столовой, ничего не увидел, что привело младшего научного сотрудника в замешательство. Дальнейшие тесты, как Миллигана, так и записки, показали, что текст, по-видимому, действительно существует и не является выдумкой объекта исследований. Текст легко подвергается переписи под диктовку. Более подробный протокол инцидента прикреплён к личному делу исследуемого. Фонд. Что бы я ни делал, рано или поздно, они начнут на меня охотиться. Я видел, как они с лёгкостью искореняли целое сообщество подобных мне. Они опасны. Они неуязвимы для атак извне. А значит, я атакую изнутри. Записать. Отточить переуплощение до тех пор, пока его исполнение не станет идеальным. Потом придётся найти какого-нибудь связанного с фондом человека и вытрясти из него всё, что только можно. Записать. Параллельно с переуплощением учиться считывать всю информацию с мозга ублюдков. Главное не оставлять следов. У меня уже есть собственное карманное измерение. Придётся немного изгадить родной дом. Записать. Научиться клонировать самого себя. Нужно будет оставлять кого-нибудь за спиной, пока я буду продвигаться по служебной лестнице. И главное. Девиз операции. Не спеши. О, я думал ты утонул там. Сядь ровно, расскажу что. Но сначала за твоё первое задание. И чтобы твой мозг после каждого выезда так же мирно покоился в твоей черепной коробке, как и сейчас. Замечательно. Вот, теперь слушай внимательно. Мне неприятно устраивать такую игру после того, что произошло на выезде. Но тебя нужно проверить прямо сейчас. В твоей кружке был сейчас мнестик. Думаю, ты заметил сладкий привкус. Но решил, что это одна из тех дурацких шуток, которыми силовики давят на новичков, чтобы посмотреть, как они выдержат. В каком-то смысле так и есть. Я из ОВБ. То, что ты сейчас услышишь, ты запомнишь надолго. Будешь пересказывать, когда это потребуется. И забудешь уже только в могиле. Это, кстати, означает, что если ты разболтаешь эту историю кому-то левому, фонд распрощается с тобой навсегда. Так что следи за языком. Всё понятно. Ладно, поехали. Ты уже знаешь, кто такие опята. Наши анонимные правители. Самые охраняемые и неаномальные люди в фонде. Тёплое местечко, верно? Зарплата, доступ почти ко всем секретам организации. Охрана, опять же. В общем, достаточно причин, чтобы слюни пускать. Почти все сотрудники со вторым-третьим уровнем допуска тайно или явно мечтают сесть в кресло О5. Однако из по-настоящему заметных больших шишек здесь и в 19-й никто туда не целится. Удивительно, правда? Разгадка проста. О5 не может быть назначен никто в фонде. Откуда их берут, не моё дело. И, следовательно, не твоё. Во всяком случае, пока. Возможно, вербуют самых головастых прямо с гражданки. Может, выращивают в колбах на каком-то из объектов. Так или иначе, об этом знаем только мы. Поэтому, если кто-то решит пойти по головам, сразу понятно, что делать. О скульпторах тоже слышал? Молодец, успеваешь. В общем, был один молодой, не шибко умный, но понятливый скульптор. Он без сомнения видел, что фон чёлкает, как семечки всех его сородичей, которые попадаются на глаза. И, видимо, так его перекосило от этого зрелища, что он зациклился на проникновении к нам. Надо думать, решил действовать изнутри и снять подозрения. Он нацелился на самый верх. Впервые мы кое-что заметили во время рутинной проверки. Один обработанный аками тип вдруг вспомнил, как он подцепил аномальную информационную болячку и начал лепить везде цензуру в документы. Мы быстро изучили записи камер и увидели, как буквально за пару дней до этого у него изменилась походка, жесты, пищевые привычки. В общем, мы подумали, что кто-то его оседлал. Тем более прецеденты в том отделе были. Пригласили его на ковёр к начальству. Из-под тяжка накачали. Узнали, что он действительно куда-то делал настоящего сотрудника. А когда он начал буянить, помогли насмерть удариться головой об стол. Решили, слишком опасно его живьём держать. А вдруг он из повстанцев? У них дури на всякое может хватить. Ложанули, в общем, на ровном месте, мордой в грязь. После этого пару недель было тихо. Затем мы обнаружили, что один уважаемый старичок с четвёртым уровнем начал задерживаться допоздна, читая документацию меметических объектов. Чуть позже выяснилось, что он имеет склонность буквально растворяться в воздухе, особенно когда чувствует слежку. Мы хотели разобраться с ним примерно так же, как и с первым. Это у нас вообще общая практика. И обнаружили, что он чист. Совсем. Пришлось дать ак и отпустить. Посмотрев на список объектов, о которых он узнал, и связавшись с замами совета на случай, если мы наткнулись на какого-то сверхсекретного агента, мы решили расценивать его действия как саботаж. И задали ему прямой вопрос. Когда эта шляпа пыталась убежать, мы его шлёпнули. Связь между этими и ещё кое-какими случаями мы поняли позже. Через пару месяцев у организации начало всё валиться из рук. В инструкциях к оборудованию, рассчитанному на омегаватты энергии, были указаны милеваты. Поражённые меметическими инфекциями сотрудники теряли личные вещи, оружие, документы и аномальные предметы. Из-за такого цирка объекты постоянно врывались на свободу. Сотрудников фонда гибло больше, чем когда-либо. В условиях постоянного острого кадрового голода. Набор новых сотрудников производился в жуткой спешке. И мы перестали проверять новичков. Только пускали в расход тех, кто казался явным диверсантом. Или ошибался достаточное количество раз. Данные разведки и исследований застревали где-то в стопках бумаги. Механизмы захвата изучения фактически были парализованы. Только маленькие рассеянные группки сотрудников были результативны. Мы следили за ними. Поскольку только на это у нас хватало времени. В условиях полного развала они быстро получали новые допуски. И шли вверх по карьерной лестнице. Было пора признать, что у нас крепко схватили за яйца. Но для этого нужно было собрать совет. А каждый из запят был нужен в сотни мест одновременно. От каждого требовалось тысяча резолюций подписей в день. В конце концов подозрение пало на секретариат совета. Казалось только они имели достаточные уровни допуски и поле деятельности для диверсии такого масштаба. Когда дошло до открытых обвинений. Самые шустрые из результативных стояли как раз на ступеньку ниже козлов отпущения. Мы тоже попали под раздачу. Кое-кого устранили. У остальных отняли особые допуски. ОВБ оказался расформирован. К счастью мы наверное единственные понимали, что происходит и приняли меры. Превратившись из разветвленной тайны полиции опять в узкий кружок единомышленников. Кое-кому удалось сохранить часть доступной нам ранее документации. У кого-то остались связи. И главное мы определили дальнейшие шаги скульптора. И поняли, что он перешел на схему многих тел с общим сознанием. А предыдущие свои копии он оставил про запас. Нам пришлось обратиться в ГОК, с которой организация стремительно портила отношения. В качестве двойных агентов. У кого остались какие-то данные и допуски. Те сливали информацию об особо опасных объектах. И во время очередного нарушения их иногда выносили. Кроме того мы нашли рабочий экземпляр устройства. Известного как портативный якорь Скрантона. Показали его ГОКникам. И объяснили для чего он. В обмен они согласились делать еще. Дать нам оружие и кое-какие аномальные примочки. Мы нашли надежных людей на местах. И начали потихоньку приносить в зоны чемоданчики. Чтобы подтвердить версию саботажа секретарей. Скульптор на какое-то время сильно снизил напор. И сотрудники перестали спотыкаться на каждом шагу. Позже бардак возобновился. Но в сравнительно терпимых масштабах. Оказалось что Зеленый решил повесить ответственность за диверсии. На заговор отдельных сотрудников со скульптором. Вероятно он поссорился с одним из своих клонов. Или заранее убрать решил. Пока организация была занята этой проблемой. Мы нашли способ тайно связаться с одним из О5. Доверявшего нам. Он согласился на короткое время побыть мертвецом. И оказать посильную помощь данными. Вскоре скульптор узнал что место опенка оказалось вакантным. Первым делом он попытался найти и подделать какой-то приказ или протокол. Затем видимо решил что совет сам пригласит его и стал ждать. Когда одного из наших новых начальников по секретным каналам пригласили на встречу. Они уже все были на нервах. Мы привели его в помещение с якорем. Включили. Стреножили поганцы и начали пытать. Видел бы ты это зрелище дружок. Когда эти клоуны уродцы повскакивали с кресел. И начали долбиться головами о стены. Их крики звучали для нас победным маршем. Часть тел правда умудрилась отпочковаться от общего сознания. И сохранившиеся способности к переуплощению делали их неприятной. Но решаемой нашими обычными методами проблемой. Кстати сегодня погибли последние. Надеюсь тебе будет полегче. Заодно это дело дало тебе кое-какое представление о вещах. Которыми приходится заниматься во внутренней. Теперь я собираюсь пьянствовать оставшуюся часть ночи. Поскольку чтобы залить то что я видел и делал местной подкрашенной водичкой. Нужно как следует постараться. Тебе не предлагаю. Так как выпитый тобой мнестик является так же мощным протрезвителем. И он подействует через 3, 2, 1. Добро пожаловать в ВВБ салага. На этот раз ты можешь утонуть в унитазе. Я тебе разрешаю. Мироздание так коварно. Теперь когда я почти очистил свой разум от таков желаний. Они стали чудовищно близки. Отвратительно выполнимы. Хватит ли у меня духа чтобы идти дальше. Впрочем в определенном контексте это такое же желание. Теперь когда колесо духа умещается у меня на ладони. Я сам могу выбирать свою следующую жизнь. Если потребуется я могу поместить разные воплощения в одно и то же место. Но это единственное послабление которое я могу себе позволить. Слишком скуп я духом для чего-то большего. Идти к сознанию тождества со мной каждое мое тело будет самостоятельно. Но зачем мне возвращаться. Что-то держит меня у самого порога нирваны. Путает мою поступь. Я сделаю себе еще послабление. Поскольку мне это действительно нужно. Теперь я вижу. Это вмятина на моей колеснице. Трещины в колесах. Перекосы в осях. На языке о котором я думал раньше. Их можно было назвать аномалиями. Чудесами. Другие люди содержат их. Вот они. Легкомысленные рыбаки зацепившие меня своими крючками. Разумеется ворота закроются если я отступлю от милосердия к этим людям. И их пленникам. Последние к счастью. В исчезновении обретут только избавление от страданий. Я понял чего от меня хочет мироздание. Третье послабление я сделаю себе. Еще текут в венах моих три великих яда. Всякое искривление закону вселенной. На какое укажет мой палец. Явит свою суть. Пустоту. Как не печально уходить из места. Откуда блаженное небытие почти видно. Пока что это тупик. Чтобы вознестись на стеблях бобового дерева. И преодолеть эти стены. Сначала нужно спуститься на заросшую грядку. И как следует ее прополоть. Итак. Сегодня мы будем разбирать очередного скульптора реальности прошлых лет. В случае этот был даже по нашим меркам необычный. Бумаги занимают очень много. Да и большая часть отчета все еще засекречены. Так что достаем ручки и готовимся конспектировать. Поскольку без этого вы ни черта не поймете. Дело в том, что едва ли не с момента основания наша организация периодически сталкивается с достаточно специфическими личностями. Каждый раз это был скульптор весьма незаурядных талантов. С пунктиком на ликвидации все аномальщины, которые видят. Нестеренко, тебя к нам что из ГОК перевели? И что за и хорошо. За время своей деятельности эта скотина успела лишить нас нескольких ценных объектов. Устроить погром в пяти разных участках. И схлопнуть к чертям целую пяти километровую аномальную зону. Вместе со всем исследовательским центром, располагавшимся внутри. Это не считая всех остальных распыленных сотрудников. Поскольку в нашем деле оставаться чистеньким – непозволительная роскошь. Так вот, каждый раз этого борца со злом удавалось угомонить. Но через некоторое время обязательно появлялся следующий. Разведка носом землю рыла. И все почти безрезультатно. Эта шайка не обладала коллективным разумом. И не была даже кружком по интересам. У них не было ровным счетом ничего общего. Однако каждый раз прослеживался один и тот же стиль поведения. В конце концов, единственной рабочей версией осталась теория о постоянном перерождении одной и той же личности в разных телах. Причем весьма специфическим. Жизнь одного гада совершенно не мешала подрастать его следующему воплощению где-нибудь на другом континенте. Так что однажды фонда пришлось иметь дело аж с тремя инкарнациями разом. Косвенно это подтверждалось еще и тем, что со временем скульптор становился все опытнее. И бороться с ним становилось труднее. Речь не шла о точной памяти, но один раз попавшись на какую-то уловку, в следующий раз он уже догадывался в чем подвох. К моменту образования нашего филиала, скульптор поднаторял в своем деле уже настолько, что всерьез обсуждался вопрос тактических бомбардировок районов, его предполагаемого местонахождения. И тут очередное чудо-детятка народилось где-то в сибирской глухомане, автоматически подпав под нашу юрисдикцию. Руководство филиала решило обойтись без бомбежек, вместо этого предложив альтернативный вариант, к которому скульптор явно не был готов. Мы навели на него мясников. Да, жестко, зато эффективно. К слову, в ходе этого дела их тоже основательно потрепало, что для нас была двойная польза. Пока мясной цирк занимался своим делом, была подготовлена совместная операция с ГОК по захвату то ли лаборатории, то ли цеха, то ли вообще хер пойми чего. Было это еще при моем предшественнике, однако бой по его словам был знатный. Циркачи отбивались из последних сил, то ли догадались о чем, то ли просто очень жить хотели. Но базу их мы таки сравняли с землей. ГОКовцы, кстати, до сих пор не в курсе об истинной цели той операции. Да и вне данного курса по борьбе со скульпторами, эта информация остается секретной. По итогу фонда удалось тайно захватить то, во что переделали зеленого, и поставить на содержание. Циркачи, к слову, поработали на славу. Точного описания, как и номера, я разглашать не имею права. Но могу сказать, что кетер ему влепили не зря. Хреновина умудрялась нарушать все законы физики. Пространство времени и здравого смысла разом. Несмотря на опасность, это было именно то, что нам нужно. Объект исследовали, ставили эксперименты и разрабатывали новые условия содержания. А нам оставалось только ждать. И мы ждали. 14 лет. Мой предшественник развязки этой истории уже не застал. Однако все эти годы аналитический отдел непрерывно работал. Шлифуя и корректируя план нашего следующего шага. Прорабатывая каждую мелочь. Когда наконец появилось новое, а вернее одна из предыдущих инкарнаций скульптора, у него просто не было шансов. Загадки и предательства погони. Двойные и тройные агенты. Все это потихоньку подводило его ко встрече к той жутью, что мы держали в камере. Чтобы не спугнуть гада, правда, пришлось пожертвовать информированностью персонала. А в некоторых случаях и им самим. Но это того стоило. Встретившись с тем, во что превратили его самого. Скульптор, не колебаясь на секунду, уничтожил объект. Искренне полагая, что избавит его от страданий. Кажется, при этом он все-таки что-то почувствовал. Поскольку это отвлекло его достаточно, чтобы пропустить пулю в голову. А мораль сибайс не такова. Чтобы зеленые себя не корчили, все равно остается точно такими же аномалиями. Как и все то, с чем мы имеем дело каждый день. Если честно, никогда не считал себя каким-то особенным. Нормальный я. Среднестатистический. Вот кто-то другой на моем месте, получив бы такие способности, сразу бы пошел мир завоевывать или постигать тайны мироздания. А оно мне надо. Вся эта ответственность груз знаний. И все время вокруг. Люди, люди, люди. Нетушки. Мне вполне хватает бесплатного интернета до холодильника полного всяческого фастфуда. И при этом оставаться в форме. Да, хотя иногда над последним пунктом задумываюсь. Так-то оно и не для кого ведь. Чтобы меня увидеть, надо еще суметь ко мне домой попасть. А этого без моего приглашения не получится. А чтобы влучить приглашение, нужно как минимум узнать о моем существовании. Что непросто. Я уж позаботился об этом. Да, уж и правда не жалую я гостей. Хотя нет, вру. Есть у меня все-таки одна серьезная потребность. Хочется все время что-то новенькое видеть. Интересное. Причем не в художественных фильмах. А с точертелой уже режиссерскими фантазиями любоваться ей богу. А в реальной жизни. Чтоб показали в новостях. А там, как назло, политика, шоу-бизнес. У нас рекордные надои чьих-то коров. Фу. Добавим-ка чего-нибудь остренького. Захватывающего. Окей, гугл. Покажи-ка мне Ивана Ивана Ивановича. Отлично. Ну что ж, Ваня. Быть тебе новым ганнибалом лектором. Умным, жестоким и харизматичным. Ходящим сквозь стены. Во. Посмотрим. Найдется ли на тебя Клэрис Старлинг. Ахалай-махалай. Готово. Может еще рвануть какой реактор в Японии. Или Годзиллу на Токио спустить. Хотя нет. Годзиллу потом. У меня и так достаточно плотный график. К слову о графике. У меня в 4 киберсатанисты школу захватывают. А потом топ 10 загадочных трагедий последней олимпиады. Будет глупо пропустить. Благо с большей частью дел я уже разобрался. Осталось решить только главный вопрос. Соленый или с сыром? Рост числа аномальных происшествий, получивших огласку в СМИ, быстро привлек внимание фонда. После проведения ряда операций по дезинформации обработке свидетелей амнезиаками удалось предотвратить распространение осведомленности общественности об аномальных аспектах этих событий. Сразу после этого была подключена команда аналитиков с целью установить причины подобной динамики. Была выдвинута гипотеза о скульпторе, действующем через телеинтернет-трансляции. Отделу веб-статистики потребовалось примерно полгода, чтобы накопить достаточно данных и вычислить адреса, с которых осуществлялись подозрительные подключения. Последний эпизод аномальной активности позволил отфильтровать полученный ранее список, оставив в нем всего одну веб-сигнатуру. Когда скульптор подключился к очередной трансляции, чтобы осуществить мешательство, на экране своего компьютера он увидел лишь смертельный мем-агент. Изумительно. Моя сила невероятна. Всегда мечтал изменить мир вокруг себя. Как там говорилось, бытие определяет сознание. Ха, с моей силой уже сознание определяет бытие. И, пожалуй, для начала надо будет улучшить бытие вокруг себя. Так много возможностей. Так сложно определиться. Для начала я хочу жить. Будет прескорбно, если я умру раньше, чем помогу человечеству. А потому, пускай ничего и никто не сможет убить меня. Даже так. Пусть тот, кто захочет меня убить, пусть и из благих целей, станет мне известен. И я смогу телепатически обсудить с ним, почему от меня больше пользы, чем вреда. А чтобы творить добро, я улучшу свое сознание. Теперь я чушь тому, что заставляет других людей страдать. Более того, я достаточно умен, чтобы придумать план по решению мировых проблем. И пускай каждый, кто меня знает, также станет таким же хорошим и умным, как и я. Наконец-то люди перестанут быть жестокими друг другу. А о том, как ускорится прогресс, я вообще молчу. Ну что же. Время приступать. С моими силами я наконец-то смогу помочь человечеству с его бедами. Надеюсь, никто не против, если я начну с сортировки и переработки мусора планетарного масштаба. Как закончу, сразу же начну решать энергетический кризис. Проблема война, а также неравенство. Если так подумать, я собираюсь устроить коммунизм. Как же я счастлив, что моя мечта осуществится спустя пару лет. В данном случае скульптор сам вышел на связь с фондом, так как счел работу нескольких сотрудников в отделе по делам скульпторов в реальности за попыткой его уничтожения. Попытка внушения со стороны скульптора имела переменный успех. Двое из пяти сотрудников, вступивших в контакт с ним, отказались от дальнейшего выполнения работы в отделе. Однако отсутствие у субъекта знаний в области психологии не дало ему переубедить оставшихся сотрудников. Сотрудники, попавшие под воздействие субъекта, были обработаны амнезиаками класса B и после прохождения карантина возвращены к работе в отделе. Собрав достаточной информации о субъекте, большую часть которых он сообщил сам, фонд приступил к работе. Данные о скульпторе были переданы в ведении отдела антимеметики, который имел опыт в работе с объектами, требующими отсутствия представления о себе. В сотрудничестве с ОПИИ отделом антимеметики был создан искусственный интеллект «Юстиция», который на основе анализа информации о субъекте должен был составить план устранения скульптора. Проект «Юстиция» проходил по протоколу Фидес, что означает полное содействие совету опять проекту, несмотря на отсутствие знаний о нем или о его целях. Как и ожидалось, скульптор не воспринял ИИ как возможного убийцу. Проект начинался с вербовки субъектов МОК Омега-12 Ахиллесовой пятки. Этого удалось достичь с помощью развитой способности к внушению одного из членов Омега-12 и желания субъекта действовать во благо человечества. Примечание. Все назначенные процедуры в рамках проекта «Юстиция» выполнялись разными сотрудниками, для которых требования ИИ о выполнении того или иного действия выглядели как приказы от вышестоящего лица, совету опять директора зоны, начальника отдела и так далее. Дальнейшим действием ИИ было назначение МОК Омега-12 совместно с МОК НЮ-9 «Нультранспортировка» осуществление операций в дальнем космосе в проект Супернус, занимавшийся опасными аномалиями дальнего космоса, которые в данный момент не представляли угрозы из-за сильной отдаленности от Земли. Доставка групп с помощью данной удалены к станции фонда у аномалии СА-84-50-16, находящаяся в *** километрах от Земли и представляющая собой неестественную черную дыру, прошла успешно. Для группы аномалии была представлена как объект неизвестной природы, который уничтожит солнечную систему в течение следующей недели, но имеет некоторую научную ценность для ученых фонда. Следует отметить, что субъект за время службы в фонде успел завести хорошие отношения с несколькими членами МОК Нью-9. После двух дней работы СА-84-50-16 вошел в период аномальной активности, что было предподнесено для групп как начало процесса, который ведет к уничтожению солнечной системы. После нескольких мнимых попыток уничтожения СА-84-50-16 силами Омега-12 у членов МОК Нью-9 активизировался ранее привитый мемагент, заставляющий их считать, что единственный способ остановить аномалию это направиться в центр СА-84-50-16 для уничтожения ядра, и это может сделать лишь субъект. Несмотря на то, что скульптор расценил это как попытка его убийства, он не предпринял никаких действий из-за отсутствия знаний об аномалии, в природе черных дыр. Из желания спасти человечество он направился в СА-84-50-16. Нейтрализация считается успешной. Искусственный интеллект юстиции взят на вооружение фонда.